Музыка Привет, друзья! Сегодня я буду плести корзину для своего любимого и дорогого папочки. Он хотел, чтобы корзина была красивая. И поэтому я буду плести ее в виде чаши, а украшать я буду ее в технике декупаж. Сейчас я с вами поделюсь, как я буду ее плести. Музыка В качестве материала мы будем использовать вот такие трубочки, которые мы будем делать из газеты. Помимо газеты берем еще линейку, ручку и ножницы. Из газеты нам нужно нарезать полоски. То есть одни у нас полоски будут 10 сантиметров, другие полоски будут 7 сантиметров. Нам нужны полоски разной ширины. Так как трубочки основы, это те, которые мы будем использовать на стоечке и оплетать, они должны быть более плотными, поэтому мы используем полоску 10 сантиметров. А трубочки, которыми мы будем плести, они должны быть мягкие, поэтому нам достаточно 7 сантиметров. От газеты мы будем отрезать край, который без надписи, потому что надпись не закрашивается красками и колерами. Еще когда будете вырезать полоски из газеты, имейте в виду, по какому краю вы будете крутить, потому что волокна газеты так расположены, что либо вы будете обрезать вот этот край, либо вот этот. И вам перед тем, как крутить трубочки, нужно попробовать. По одному краю у вас трубочки крутиться просто не будут, а по-другому будут крутиться очень хорошо. Имейте в виду вот такую особенность. Для того, чтобы накрутить трубочки, нам понадобится спица 1,5 мм, клей ПВА и салфетка, чтобы вытирать клей. Трубочки крутятся обе по одному и тому же принципу. Подносим спицу к уголочку с надписью, подносим под острым углом. Плотно закручиваем. Таким образом у нас белый край делает трубочку нашу белой. Вытаскиваем спицу. И на уголочек капаем клей. И какое-то время фиксируем, чтобы трубочка не раскрутилась. Все. И теперь нам нужно дать просохнуть трубочки в течение суток, чтобы при покраске клей не расклеился. Перед покраской нам нужно определиться, сколько нам нужно трубочек основ. Так как в нашей основе, которую мы будем оплетать, донышко намного меньше, чем верх, то начинать мы будем с четырех трубочек. Таким образом. И в дальнейшем мы будем трубочки наращивать. То есть мы их будем подклеивать постепенно по мере увеличения нашего периметра. Я посчитала, что при равномерном наращивании нам понадобится примерно сорок трубочек основ. Расстояние между трубочками должно быть от полутора до двух сантиметров. Для того, чтобы плетение смотрелось красиво. Поэтому сейчас мы должны измерить по периметру нашу верхнюю часть и на калькуляторе посчитать, какое будет расстояние. Вот получается 75 сантиметров. 75 делим на 40 стоечек. И получается расстояние 1,87. Нас это вполне устраивает. Красить мы будем 40 плюс 4 трубочки снизу на донышке. 44 трубочки основы. Перед тем, как смешивать все краски, нужно обязательно их взболтать. У колер-пасты вот здесь есть шкала оттенков. То есть номер 1 более темный, номер 3 более светлый. Но нам нужно цвет даже светлее, чем номер 3. Поэтому мы будем добавлять побольше грунтовки. Немножечко будем добавлять эмали акриловой. Она нужна для того, чтобы закрасить серый цвет у газеты. Для светлых трубочек обычно добавляют. Вот. И совсем чуть-чуть капельку колера. Сначала наливаем грунтовку. Затем добавляем буквально чайную ложечку на такое количество эмали. Все тщательно перемешиваем. И после этого добавляем совсем чуть-чуть колера. И все хорошо размешиваем. Теперь сделаем пробную трубочку для того, чтобы посмотреть цвет. Промазываем. И оставляем ее просохнуть. Вот такой цвет получился после высыхания. Бледно-бледно голубой. И нам такой цвет подходит. Первым делом будем красить стоечки основы. Так как они должны просохнуть достаточно долго. Около суток. Они нам нужны абсолютно сухие. Заранее перед покраской готовим место, где будут сушиться наши трубочки. Стелим пленку. И кладем две вот такие трубочки, на которые мы будем складывать наши трубки. Для того, чтобы они лучше просохли и вентилировались. Красим трубочки, прокатывая сначала с одной стороны. Затем переворачиваем точно так же с другой стороны. Складываем на наши трубочки и ждем, пока они высохнут. Трубочки для плетения красим в тот же самый цвет. Но их достаточно просушить около получаса. Потому что в дальнейшем, для того, чтобы они были более пластичные, мы их будем покрывать специальной смесью, о которой я скажу позже. Приступаем к плетению корзины. Подготовим основу. Клей. Полимерный. ПВА. Ножницы большие и маленькие. Спицу. Также у нас готовы трубочки. Вот это трубочки основы. Трубочки для донышка соединяем крест-накрест. Немножечко приплюснем в месте соединения. И для того, чтобы нам удобно было начать плести, в этом месте их приклеим друг к дружке. Приклеивать будем полимерным клеем. Прикладываем и прочно прижимаем друг к другу. Трубочки для плетения. Перед самим плетением будем покрывать специальной смесью, для того, чтобы они были более пластичные. И плетение красиво ложилось. Для этого мы будем смешивать акриловый лак с водой. Пропорция 1 к 2. Одна часть лака, две части воды. Подсушивать феном, для того, чтобы трубочки не слипались. Затем хранить мы их будем в файлики, для того, чтобы они оставались влажными. Также нам понадобится кисть, ложка, салфетки сухая влажная и перчатки. Лак добавляем в воду. Тщательно размешиваем. И точно таким же способом, как мы красили трубочки, мы покрываем их лаком с водой. И теперь будем просушивать феном, потому что они, если будут так сушиться, они просто слипнутся. Все, буквально минута ушла на это. Трубочки, за счет того, что мы на них дули феном, они сверху подсохли, а внутри остались влажными. И благодаря этому они приобрели эластичность. Это очень здорово для плетения. Вот, и теперь, чтобы они оставались такими же влажными, мы их все вот так покрываем. Ну, можно не все, можно часть какую-то. И заворачиваем файлик, оставляя лишь кончики, чтобы соединять удобно было. Можно уже плести начинать. Вот этот край, он здесь тоже не ровный, поэтому его желательно перед плетением обрезать и делать ровным. Тогда удобно будет соединять. Тот, где мы заклеивали клеем, мы его при плетении будем обрезать. Он очень жесткий и некрасиво смотрится. Начинаем плести плетением, которое называется веревочка. Трубочку сминаем пополам. Огибаем. И делаем таким образом. Одну вниз, другую наверх. Сразу же плотно прижимаем. Когда пришло время и наша трубочка закончилась, то есть сейчас нам нужно будет срезать под острым углом и одеть сверху другую трубочку, для того, чтобы она прикрылась у нас. Заминаем. Для того, чтобы трубочки хорошо скрепились, капаем полимерный клей и одеваем теперь трубочку той стороной, которая у нас обрезана. И теперь, когда мы ее будем заводить вниз, то она у нас не разойдется. Теперь нижней трубочкой мы прижимаем. Так вот получается незаметно и очень надежно. После того, как я проплела три ряда, теперь мы будем вот так вот ножничками маленькими разделять наши две трубочки по одной и уже оплетать по одной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разделили, здесь не очень удобно плести, потому что трубочки еще не зафиксированы. И стараемся это делать как можно плотнее, чтобы у нас не было просветов в нашем донышке. Я проплела три ряда. Расстояние между нашими трубочками значительно увеличилось. И теперь нам нужно сюда добавить еще по одной трубочке в промежутках. Берем маленькие ножницы и слева от нашей стоечки расширяем пространство. Причем расширяем достаточно глубоко. Теперь берем нашу трубочку. Вот так ее заминаем. Капаем полимерный клей и вставляем нашу стоечку в наш промежуток. Туда поглубже ее засовываем. Выравниваем, чтобы она была ровненько между нашими трубочками. И прижимаем. Так как полимерный клей быстро высыхает, то где-то через минуту наша трубочка будет зафиксирована. Все, и так же аналогично делаем все остальные. И когда все стоечки добавили, то продолжаем плести дальше. Я проплела еще шесть рядов. Для того, чтобы понять, где нам закончить, то нам нужно вот эту трубочку, последнюю, каким-то образом отметить. Я вот ее просто загнула. Пришло время, когда мне нужно еще раз надставить трубочки, потому что уже расстояние опять увеличилось. И так как наша донышко уже готова по основе, то после этого мы будем постепенно вот так вот загибать стоечки и начинать оплетать боковины. Я добавила еще стоечки. Имейте в виду, что вначале у нас было 4 трубочки, это 8 стоечек. Мы добавляли еще 8, значит было 16. И сейчас мы добавили еще 16, поэтому на этом этапе у нас 32 стоечки. И нашу лицевую сторону теперь переворачиваем внутрь. Она у нас будет донышком, так как более красивая. Выравниваем по форме, слегка трубочки прижимаем к основе и оплетаем пару рядов для того, чтобы наши боковинки сформировались. Плетем достаточно плотно. После того, как я проплела первый ряд, то здесь очень важно, пока трубочки еще слегка влажные и пластичные, выравнивать вот так вот по форме, чтобы не было промежутка между донышком и стенками. Поэтому особенно вот этот ряд и следующий тоже выравниваем. Я проплела три ряда. Теперь мы должны обязательно плести по форме, потому что первые три ряда мы поднимали и здесь, в принципе, получается, что форма не обязательно, да и неудобно. Сверху единственное, нужно обязательно поставить что-нибудь тяжелое. Так вот утяжелим, чтобы она у нас не ерзала. И продолжаем плести в таком положении. Когда приходит время наращивать трубочку, то следим за тем, чтобы соединение попало между стоечками, чтобы его было как можно меньше заметно. Вот, поэтому у нас получается, что мы обрезаем трубочку под острым углом, примерно на расстоянии сантиметр за стоечкой, заминаем и одеваем другую трубочку. Все, соединение попало в серединку и продолжаем плести дальше. Пока плетение влажное, обязательно вот так его прижимаем. Чем плотнее изделие, тем оно будет смотреться более красиво. Сейчас на данном этапе мы должны нарастить вот те трубочки, с которых мы начинали. Наша донышко, 4 трубочки, от них получилось 8 стоечек. Вот они уже маленькие. И на этом этапе очень удобно наращивать, потому что сейчас нам нужно добавить по 2 стоечки сюда. Не одну, а две. Потому что у нас 32 трубочки, а нам нужно, чтобы было 40. Если мы добавим по 2, у нас будет как раз 40 стоечек. И в этом месте плетение, когда будет расходиться, будет не так заметно, потому что это внизу корзинки. Стоечку обрезаем максимально близко к плетению, так как у нас трубочки будут расходиться, и нам этот пенечек будет мешать. Теперь расширяем плетение перед нашей стоечкой обрезанной. Расширяем пошире, поглубже, так как две трубочки будут заходить. Наши стоечки заминаем, капаем полимерный клей, для того, чтобы трубочки зафиксировались. И по очереди вставляем сначала одну, сразу же в бок ее отводим, и затем рядышком вторую. Можно помогать ножничками, если вторая плохо заходит. Сразу же трубочки разводим по сторонам, так как мы их будем оплетать. И ждем, когда клей просохнет, чтобы нам уже сразу их разделять при плетении. Когда все стоечки приклеены, продолжаем плести дальше. Для того, чтобы расстояние между стоечками выровнять, я вот здесь вот намеренно сокращаю расстояние между теми стоечками, которые были. Для того, чтобы вот этот ряд, самый первый, он смотрелся хорошо и не выделялся. Ну, а когда я проплету еще один или два ряда, то уже нужно будет стоечки выравнивать на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы уже в дальнейшем плетение смотрелось ровненько и красиво. Вот после трех проплетенных рядов мы видим, что наши стоечки, они выровнялись. Доплетаем до конца нашей основы, и затем будем делать загибку. Я доплела до конца, ну, вернее, не до конца основы, а до конца плетения. Решила закончить немножечко пораньше, так как у меня еще тут будет загибка, то есть мне высоты изделия достаточно. Вот у меня последняя трубочка, вернее, первая, с которой мы начинали, поэтому я завожу за нее и за следующую. Мы их просто обрезаем. Заправлять не будем. Мы их обрезали точно так же, как при наращивании, так как в дальнейшем к ним мы будем присоединять наши трубочки для загибки, которые более темного цвета. Пока их оставляем. Так как мы плели трубочками, которые были покрыты лаком с водой, то корзина уже получилась достаточно прочная. Но я все же решила покрыть еще на один слой лицевую сторону таким же раствором, только он будет более густой. Я еще добавлю чуть-чуть сейчас лака туда. То есть нам нужно сделать в пропорции один к одному. И высушить на нашей чашке основе, потому что потом, когда мы будем делать загибку, то у нас уже не будет возможности эту чашку вставить. Поэтому нам нужно изделие достаточно прочное. Так как сушить мы будем на нашей чашке, для того, чтобы ее не испачкать лаком, я буду покрывать ее обычной пищевой пленкой, для того, чтобы защитить. в нашу корзинку. Перед покраской не забываем постелить пленку, одеть перчатки и начинаем равномерно покрывать со всех сторон. В том месте, где у нас закончились трубочки, то есть мы их вот так приподнимаем, нам еще придется их тут наращивать. После того, как покроем грунтовкой, утяжеляем основу и даем просохнуть около суток. Если нужно, чтобы корзинка быстрее высохла, то ее можно подсушить феном. Так же, как мы это делали, когда делали эластичными трубочками, то есть верхний слой подсушиваем, а потом уже по основе она будет высыхать. Для загибки нам понадобятся трубочки потемнее, для того, чтобы красиво смотрелось, практически самого темного оттенка, который у нас на коллере. Так что сейчас мы в нашу смесь, вот, которым мы красили трубочки, мы будем добавлять еще коллера. Также берем и красим сначала пробную трубочку, для того, чтобы посмотреть. Вот такой цвет получился после высыхания. Мне этот цвет очень нравится. И красим эти трубочки аналогичным способом, так же, как мы красили остальные. Наша корзинка просохла, и теперь мы можем плести загибку. Наши трубочки темно-синие для загибки. Мы их также покрыли смесью лака с водой и просушили феном, для того, чтобы они были и пластичными. Вот, и загибка наша будет состоять из четырех трубочек. Вот у этих двух трубочек мы просто будем менять цвет, а к соседним двум стойчкам мы будем подклеивать две трубочки с обратной стороны. Готовы. Эти трубочки сминаем, так же на них капаем по капельке клея и подклеиваем с обратной стороны. Когда клей просохнет, начинаем плести с левой трубочки по такому же принципу, как веревочка из двух трубочек. То есть самую левую заводим на три. Раз, два, три. За четвертую, за свободную. Теперь опять берем левую, опять отсчитываем. Раз, два, три. И за четвертую. И так продолжаем дальше. Летение веревочкой из четырех трубочек дает объемный вариант и получается очень красиво. Для нашей загибки вполне подходит. Трубочки наши одновременно все закончились и мы будем сразу наращивать все четыре. Вот я заметила, где у меня они будут огибать стоечки, обрезаем также под острым углом, только не как мы делали в веревочке из двух трубочек на расстоянии одного сантиметра, а чуть подальше, так как у нас более плотное плетение, на расстоянии полтора сантиметра. Продолжаем плести дальше. Писта наших соединений, они прикрыты. Я проплела до конца. И вот та трубочка, с которой мы начинали, вот она у меня загнута, вот перед ней мы должны остановиться, последний виток. И теперь покажу, как мы будем завершать. То есть мы будем идти не так, как мы плели, мы будем брать первую трубочку. Еще перед тем, как заводить, вот эти трубочки, если они у вас тоже такие длинные, то их нужно обрезать, они нам такие длинные не нужны. Начинаем с первой. Раз, два, три. И за четвертую. Аккуратненько укладываем. Просто пока заправляем внутрь. Чтобы здесь выровнять плетение, просто поправляем. У нас пластичные, они очень хорошо сейчас подаются выравниванию. Вообще всю загибку, когда плетете, проходите и поправляйте вот так вот, чтобы трубочки ровненько ложились. Когда мы так завершаем, то получается очень красивое закрытие такой веревочки. Внутри наши трубочки мы будем выводить наружу и под веревочкой подклеивать. Расширяем пространство за последней подклеенной трубочкой. Вот так вот приподнимаем плетение и туда заводим нашу трубочку. Точно так же следующую. Вот теперь и с обратной стороны смотрится хорошо и практически незаметно. С лицевой стороны вот эти хвостики мы сейчас промажем клеем ПВА и когда клей просохнет, мы потом только обрежем. Здесь под загибкой, так как она у нас объемная, будет незаметно. И второй этап нашей загибки это нам нужно спрятать вот эти стоечки наши внутрь под нашу загибку из четырех трубочек. То есть мы ее должны загнуть внутри и спрятать под плетение, чтобы их было не видно. Но перед тем, как мы это будем делать, нам нужно вот эти стоечки покрыть также средством лак с водой и подсушить феном. И они тогда более красиво будут внутри ложиться. А я тем временем подрезала наши стоечки под острым углом, чтобы удобно было нам их прятать. Веревочку из четырех трубочек мы плели в эту сторону, а стоечки будем опускать в противоположную, для того, чтобы эффект косички у нас получился. Берем нашу стоечку, отсчитываем также три стойки. Раз, два, три. И продеваем ее за тремя стоечками вот здесь вот под нашу косичку. Продолжаем дальше. Теперь берем соседнюю. В принципе, здесь легко продевается, потому что у нас еще наша веревочка из четырех трубочек, она у нас хорошо поднимается наверх, и мы можем под нее легко просунуть. Трубочки у нас пластичные, мы их сразу укладываем, чтобы они ровненько лежали. И так продолжаем дальше. Когда доходит до конца, то здесь будьте внимательны, то есть нам нужно будет, вот осталось три трубочки уже под наше плетение и под нашими трубочками просовывать. То есть так же считаем, раз, два и три, третья уже загнутая, и под нее. Здесь, в общем-то, все понятно. Ну и то же самое здесь уже. То есть смотрим, просто следующее свободное пространство под загибкой. Поправляем здесь, укладываем, чтобы они лежали сверху. Все. Вот так смотрится наша загибка сверху. Мне очень нравится. Идею этой загибки я посмотрела на сайте плетения из газет у Натальи Сорокиной. Спасибо Наталье за такую идею. Ссылочку я оставлю под видео. А сейчас я буду грунтовать нашу загибку смесью лаком с водой, так как мы грунтовали уже нашу стеночку. И так же прогрунтую внутреннюю часть. Подсушим феном. И теперь, когда грунтовка еще не до конца высохла, и трубочки вот эти остаются, ну, слегка влажными, мы их обрежем и срезы покроем тоже лаком. Обрезать будем на расстоянии примерно одного сантиметра, ну, вот до столбика. Здесь образовался небольшой просвет, и поэтому мы его слегка прикроем, чтобы и внутри, ну, загибка смотрелась красиво. А снаружи мы будем использовать декупаж, будем здесь проклеивать полоску, и у нас в любом случае здесь трубочки прикроются. И в таком состоянии уже покроем их лаком и подсушим. Когда все покрыли, можно ускорить и посушить феном, либо просто оставить на какое-то время, пока лак не просохнет. Когда грунтовка просохла, мы можем приступать к декупажу нашего изделия. Для этого нам понадобится трехслойная салфетка, маленькая кисточка, клей ПВА, салфетка обычная для вытирания клея, и любая емкость, куда мы можем налить клей. Будем использовать только верхний слой салфетки. Мы отделяем верхний слой с картинкой от белого слоя. Аккуратненько, чтобы не порвать. И вот из этой тоненькой салфеточки мы вырезаем отдельные фрагменты и будем украшать ими нашу корзинку. Под загибкой будем использовать вот эту полосочку. Если у вас на салфетке нет такой полоски, то вы можете прикрыть вот этот край обычными кружевами, подобранными в тон корзиночки. Либо темно-синими, либо голубыми. Наливаем клей. Полоску наносим максимально близко к нашей загибке, для того, чтобы не было просвета. Так вот плотно прислоняем и наносим клей. Здесь вот краешек фиксируем и дальше уже продолжаем так по всему периметру. Когда прикладываете салфетку, то ее надо делать посвободнее, для того, чтобы она не натягивалась и салфетка красиво ложилась на плетение. И когда нанесли всю полосочку, то можем приступать к приклеиванию отдельных цветочков. Равномерно распределяем по периметру, промазываем от центра к краям, для того, чтобы он не сдвинулся с места и красиво лег. Как вы будете распределять цветы, в каком порядке, это уже творческий процесс. Но могу точно сказать, что этот процесс очень увлекательный, очень интересный, потому что салфетка на плетение ложится просто изумительно. Таким образом проклеиваем цветы здесь и внутри то же самое я буду украшать. Наша корзинка украшена, теперь имеет совсем другой вид. Получилось очень красиво и очень изысканно. Вот так смотрится декупаж изнутри. По-моему, изнутри тоже получилось очень хорошо. Можно, конечно, внутри корзинки не делать декупаж, потому что само по себе плетение смотрится очень красиво. Ну и остается последний этап. Это нужно покрыть нашу корзиночку лаком, для того, чтобы изделие заблестело, имело законченный вид. Для этого мы берем акриловый лак, кисточку, большую и маленькую, салфетку и перчатки. Покрываем лаком, тщательно размазывая по поверхности. У меня лак достаточно густой консистенции, поэтому его нужно очень хорошо размазывать, чтобы он вот в этих местах не вспенился, не остался. Вот сейчас мы покроем на первый слой кисточкой большой и, может быть, спустя, допустим, минут 5-10 еще пройдемся маленькой, особенно хорошо промазываем загибку. Когда мы покроем лаком, то изделие приобретет водоотталкивающий эффект. Такое действие лака. Его можно будет протирать влажной тряпочкой, хранить в нем продукты, фрукты. Так покрываем полностью всю корзинку и спустя 10 минут проходимся маленькой кисточкой здесь промежутков между плетениями. И когда это закончим, то ждем, когда лак просохнет. После этого изделие готово, его можно использовать. Корзинка для папочки готова. Декупаж очень украшает стенки корзинки, как снаружи, так и внутри. Красивое плетеное донышко. Так вот снаружи тоже. Декупаж под загибкой украшает изделие. Ну и сама загибка мне тоже нравится. Она получилась двухцветная. И, по-моему, когда два цвета, это получается даже еще симпатичнее. Я очень хочу порадовать папочку и надеюсь, эта корзинка придется ему по душе. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...